Метро День задался на редкость жарким, что оказалось приятным весенним сюрпризом. Скоро наступит лето, и теплые лучи солнца, уверенно пробивающиеся через щели между занавесками, обильно окутывали мое лицо приятным теплом. Впервые после зимы я наконец-то выспался и также впервые с удовольствием готов отправиться на работу. Бегло осмотрев привычную комнату, я оценил тот небольшой беспорядок, который небрежно устроил еще вчера. Придя с работы невыносимо усталым. Носки были разбросаны в разных углах комнаты, мятая рубашка валялась на полу, а на припаркованном столике вовсе лежал мой ботинок. Вчера мне пришлось задержаться на работе допоздна. Пришлось, потому что мой коллега не вышел в тот день, а работу же нужно делать. И угадайте, кому выпала такая честь? Правильно, мне. У меня и без того полно офисной работы со всеми этими бумажками, бесконечным потоком документов, так еще разбирать отчетность коллеги, который удосужился внезапно заболеть. Разумеется, я его не виню, заболеть может каждый, и вот тогда сложная офисная система дает сбой, нарушаются полномочия и происходит небольшой хаос, ведь руководству важен результат, и достигнуть его начальство готово любыми способами. Как и положено, работу за себя и за коллегу я сделал и после благополучно вернулся домой. Ну, как благополучно? Вернулся и молча рухнул в кровать, резко отключившись, словно робот, у которого сели батарейки. Зевнув и хорошенько потянувшись, при этом звонко похрустев костями, я вяло встал с кровати. Похоже, выспались у меня только глаза, ибо остальные части тела вожжелали вернуться обратно в уютное гнездышко, из одеяла и трех подушек. Однако, я не мог позволить себе такой роскоши. Едва я подумал об отгуле, как вспомнил о заболевшем коллеге. Отгул мне точно не дадут, начальство и так недовольно одним пустующим местом, а тут я еще со своими желаниями, на которые им как всегда плевать. Все же я нашел в себе силы и с титаническим усилием оторвал задницу от кровати. Единственное, на что я надеялся, так то, что солнце меня взбодрит, пока я буду топать к своей офисной работе. Аппетита не было, и завтрак ограничился лишь чаем с сушками. Благо, на первом этаже моей фирмы есть кафе, где можно будет перекусить даже в рабочее время, ибо идти до него пару шагов. Приведя себя в порядок и поправив галстук на мятой рубашке, скрытой под пиджаком, я благополучно покинул квартиру. Едва я вышел на улицу, как яркое солнце ударило прямо в глаза, заставляя меня невольно щуриться. Я как-то ожидал от солнца большего радушия, а не то, что оно будет вставлять мне в глаза свои иголки. Но ничего, через несколько минут я открыл стеклянную дверь и начал спуск в подземелье, как я любил его называть. Нормальные люди называют его коротко и ясно. Метро. Солнечный свет быстро сменился на прохладу, а в нос повалил приятный запах железнодорожных путей. Как ни крути, но в метро есть своя романтика. Некий уют, с которым ничто не может сравниться. Немного взбодрившись, я прошел через турникеты. И вот, стою на платформе в ожидании поезда. Людей было мало, от силы человек десять, несмотря на то, что было раннее утро. Моя станция была предпоследней перед конечной, да и находилась в спальном районе. Так что практически полное отсутствие людей было лучше, чем давка в толпе. Что бывает в московском метро. Люди молчали, лишь изредка шаркали ногами и кряхтели. Я слышал равномерный звук высоковольтных трансформаторов, который шел неизвестно откуда. Подойдя к краю платформы, я немного наклонился и повернул голову навстречу тоннелю, из которого должен появиться железный дракон подземелья. Но там была полная темнота. Тогда я отошел назад и посмотрел на большое табло с часами. Судя по времени, поезд должен вот-вот приехать, через три минуты. И только я об этом подумал, как услышал нарастающий гул электрических двигателей и удары колес об стыке рельс. Снова посмотрев на тоннель, я увидел свет. Поезд приближался очень быстро и, выйдя к платформе, он начал довольно быстро тормозить. Едва синие вагоны остановились, как с грохотом открылись все двери. Я вновь посмотрел на табло. Оно сообщало, что поезд должен прибыть на пару минут позже. Но по факту, он уже оказался здесь. Видимо, просто доехал быстрее, а значит, я быстрее доеду и до своей станции. Зайдя в пустой вагон, я с комфортом устроился на противоположной скамье. В вагон быстро забежал еще один мужчина в деловом костюме и с чемоданом. И скажу, он успел в последний момент, ибо сразу за ним закрылись двери, едва не прищемив подол его пиджака. Поезд тронулся, а голоса сообщающего о следующей станции я не услышал. Возможно, машинист забыл нажать кнопочку, а может, просто халтурит, ведь поезд практически пустой и едет со стороны конечной. Железный дракон стремительно набирал скорость. За окнами замаячили стены с различными электрическими кабелями, что было естественным пейзажем для метро. Мужчина сел в конце вагона и безуспешно пытался кому-то позвонить. В этой части метро не ловила сотовая связь, о чем он, видимо, не знал. Наконец, он смирился с невозможностью звонков и убрал телефон в карман. Я же, потеряв к нему интерес, вновь посмотрел в окно, что было передо мной. До моей станции нужно было ехать полчаса, так почему бы не вздремнуть? Дать своему телу то, чего оно так просило, недостающий отдых после вчерашнего дня. Закрыв глаза, я начал медленно засыпать под оглушающий звук движения поезда, который в то же время был для меня лучшей колыбельной. Я не боялся проспать свою станцию, она была конечной, и однажды заснув, меня как-то разбудил машинист, проверяющий вагоны на наличие таких сонь, как я. Как же приятно засыпать, не замечая покачивания вагона и страшного грохота двигателей. Колес. Проснулся. Трудно сказать, как долго я витал в закоулках своего разума. Открыв глаза, я заметил, что тряски нет. Шум тоже пропал, за исключением громкого гудения вагонных трансформаторов. Двери были открыты, а за ними виднелась станция. Мужчина, попутчик, его уже не было, возможно, сошел на этой станции, а может, уже давно и на одной из прошлых. Я осмотрел вагон, заглянул даже в соседние вагоны, никого не было. Непривычно ездить в пустом поезде, хотя немного приятно, чувствуешь себя особенным, и если прибавить фантазию, то можно вообразить, что весь поезд принадлежит тебе. Усмехнувшись, я вышел из вагона и только сейчас понял, что сошел не на свою станцию. Платформа была темного цвета, а конечная станция должна быть сплошь из светлых плит. Я посмотрел на информационное табло, но на нем не было указателей. Странно. Я думал, что слишком рано сошел и поспешно вернулся в вагон, по привычке хватаясь за поручни, но двери не закрывались, а поезд даже не думал трогаться, продолжая таинственно гудеть электрическим звуком. Я выждал минуту, но поезд не трогался, и все же я вышел обратно на платформу. Даже на конечных станциях поезда так долго не стоят. Я посмотрел на табло с часами, что висело у входа в тоннель, но все цифры показывали лишь нули. Я еще раз осмотрелся, кроме меня на платформе никого не было, полная тишина, не считая все того же электрического гула. Я прошел до кабины машиниста, чтобы поинтересоваться, на какой станции мы остановились, ибо наименование я нигде не видел. Заглянув в окно, машиниста я не увидел. Тогда я прошел к противоположной кабине, но и там не было водителя железного двухглавого дракона. В свете неоднозначности ситуации я начал предполагать, что поезд сломался, или вовсе случилось что-то нехорошее. Как? Да я просто не знаю. В любом случае, мне стало неважно, моя ли станция или нет. Я твердо решил ее покинуть и направился к лестнице, ведущей к турникетам. Эскалаторы, что были рядом, не работали, что неудивительно. Ведь они на всех станциях отключены уже много лет. Наверное, как всегда, в целях экономии электричества. Или сломались полвека назад, и кому-то просто не хочется оплачивать их ремонт. Но неважно. Я поднялся по лестнице, и миновав открытые турникеты, вышел в тоннель, ведущий на выход. Представьте мое удивление, когда я наткнулся на огромную закрытую гермодверь. Да-да, такие двери используют на станциях на случай войны или избежания затопления. Как их открывать и закрывать, понятия не имею. Вручную, многотонную махину мне точно не сдвинуть. Тогда я развернулся и быстрым шагом потопал обратно. Едва я приблизился к тем же турникетам, как случилось то, к чему я точно не был готов. Погас свет. Я слышал, как медленно утихали моторы вентиляции, как утихали и прочие техногимные звуки, пока не стало настолько тихо, что такой тишины я в жизни еще не слышал. К счастью, страхом темноты я не страдал, куда страшнее была та неопределенность, непонятность того, что же привело станцию к такому опустению. Я достал из кармана мобильный телефон, и, включив его, на миг его яркий экран ослепил меня, но глаза очень быстро привыкли к его мягкому свету. Я повернул его в другую сторону и стал использовать как фонарик. Света, конечно, от него было очень мало, а в таком большом пространстве телефон был практически бесполезен. Можно было видеть лишь на метр, максимум полтора вперед. Тем не менее, как я думал, этого было достаточно, чтобы добраться до противоположной части станции и при этом ничего себе не сломать. Первое, что попало под его свет, закрытые турникеты. Я не слышал, чтобы они закрывали свои ставни, а может не заметил, но в любом случае проход был перекрыт. Разумеется, это не стало для меня преградой, и я перелез через них на другую сторону. Телефон противно пискнул, и я перевернул экран к себе. Батарея была на грани истощения, я, как всегда, забыл зарядить телефон дома, но привык заряжать на работе. Вот только я был не на работе, и сейчас он был единственным моим источником света. Я понял, что мне лучше поспешить, и, ускорив шаг, забыл, что передо мной лестница. К счастью, я пролетел не очень далеко и отделался легкими ушибами. И да, судя по характерному звуку, я еще и пиджак порвал. А вот телефону повезло меньше, он полетел дальше и звонко приземлился на платформу. Судя по светящемуся вверх дисплею, телефон достойно выдержал падение. Оставшийся участок лестницы, я буквально прополз и на карачках подобрался к телефону, попутно потирая ушибленную ногу. Не успел я его взять, как услышал то, что вообще не должно издавать звуки. Заработал эскалатор. Я говорил, что не боюсь темноты. Видимо, мое бесстрашие решило взять себе выходной. Сглотнув, я взял телефон и, светя перед собой экраном, медленно повернулся к эскалатору. Света не хватало, чтобы увидеть черную лестницу, и тогда я сделал несколько шагов вперед. Лестница действительно работала, ступени опускались в мою сторону. Грохот механизмов разносился довольно громко. Да в темноте всегда как-то лучше слышится то, на что привык не обращать внимания при свете. Я не понимал, если станция обесточена, то как эскалатор может работать? Ладно, допустим, на него все же попадает питание. То он не мог же сам включиться, верно? Любую машину что-то должно включать. Или кто-то. Последняя мысль меня совсем не обрадовала. Все же я решил проверить свою теорию. Есть тут кто? Вы можете мне помочь? Крикнул я, глядя на видимую часть эскалатора. Никто не ответил. Лестница продолжала свой крутящий бесконечный цикл. Я подумал, что это был просто скачок напряжения, и он запустит эту машину. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Я подошел к черной лестнице поближе, осмотрел ее нижнюю часть в поисках выключателя. Да, я хотел ее отключить. Ее звук меня, мягко говоря, немного нервировал. Но выключателя не было. Я вытянул руку с телефоном максимально вперед, дабы увидеть верхнюю часть эскалатора. Но что я надеялся? Света катастрофически не хватало. Я встал перед механизмом вплотную. От ступеней меня отделяло всего несколько сантиметров. И снова выгнал руку с телефоном далеко вперед. Я знал, что можно подняться по обычной лестнице. Но мой мозг, кажется, забыл, что такое здравая логика. Нервы, что сказать. Света снова не хватало. И когда я пытался присмотреться повнимательней, послышался щелчок, и эскалатор остановился. Я боялся пошевелиться. На меня накатила такая волна страха, от которой мурашки побежали. Версия про скачок напряжения предательски растворилась в недрах разума. И нормального объяснения происходящему я не знал. Лучше бы этот эскалатор продолжал работать. Я не хотел видеть то, что было там, наверху. Даже думать об этом не желал. Я тут же развернулся и рванул от лестницы прочь. Но страх был настолько силен, что я начал искать себе укрытие и сразу же свернул в открытый вагон и забился под первую же скамью. Дрожащим пальцем я выключил экран телефона и замер так, что даже старался как можно меньше дышать. Хотя от пробежки у меня была небольшая отдышка. Я лежал в полной темноте. Прислушивался к каждому звуку и пытался понять, что же все-таки происходит. Но до спокойствия мне было еще далеко. Я ожидал услышать шаги, но их не было. Ожидал услышать очередной запуск эскалатора, но и его не было. Не знаю, как долго я лежал в этой темноте, совершенно ничего не видя. Я думал пролежать под скамьей до тех пор, пока не приедут работники, спасатели, да кто угодно. Ведь кто-то должен узнать о том, что станция обесточена и не работает. В конце концов, через нее должны проходить поезда, которых и нет. Я начал предполагать то, что на поверхности земли что-то произошло. Может и правда война, а двери запечатали, но не сходилось только одно. Станции смогут быть использованы, как бомбоубежище. А вот паникующих людей я не вижу. Я вообще никого не вижу, и практически уверен, что кроме меня здесь больше никого нет. Тогда чего мне бояться? Какого-то эскалатора? Да черт знает эти странные механизмы, с ними всякое может быть. Немного набравшись смелости, я медленно выполз из своего укрытия и включил экран телефона. Его свет позволил осмотреть мне часть вагона. На миг я испугался кого-либо увидеть, но ничего подобного не произошло. Тут мне в голову пришла мысль. Позвонить? Кому? Да кому угодно, лишь бы связаться с внешним миром. Большая часть метро была покрыта автономными сотовыми антеннами, о чем еще в новостях показывали. Они работают даже тогда, когда в метро нет электричества. Такие меры безопасности. Я посмотрел в телефон, и действительно, все палочки показывали устойчивый сигнал. Как же я обрадовался. Я тут же набрал номер своего лучшего друга и стал терпеливо ждать ответа, слушая равномерные гудки. Он трубку не брал. Тогда я позвонил своему знакомому на работу, но и тот не отвечал. Я пробовал то один контакт, то другой, но все было бесполезно. Дальше к гудков дела не заходило. На душе вновь стало тревожно, и тогда я позвонил в службу спасения. И что было? А ничего. Те же гудки. Решив, что сотовые антенны все же не работают, я перестал мучить и без того севший телефон. Встав со скамьи, я уверенно вышел из вагона и пошел в другую часть станции, намереваясь добраться до противоположного выхода. Дойдя до лестницы, я замер перед эскалатором. Он покорно молчал, беспомощно застыл без питательного электричества, и такой расклад меня вполне устраивал. Я отошел влево и начал подниматься по обычной лестнице. Телефон вновь пропищал, говоря о том, что скоро он совсем потухнет и оставит меня наедине с бесконечной темнотой. Такая перспектива меня не радовала, но я старался об этом не думать. В свет экрана попали закрытые турникеты, и только я к ним подошел, как они начали быстро и громко стучать своими ставнями. Их ритм ужасающим мэхом проносился по всем стенам. От неожиданности я едва не упал назад. Страх снова вернулся, я не мог объяснить того, что видел. Эскалатор хоть и молчал, но приближаться к нему я тоже не хотел. И тогда я побежал практически наугад, пока не уткнулся в стену. В свет экрана попала служебная дверь. И, о чудо, она была не заперта. Я быстро отворил ее, забежав внутрь и закрыл за собой. Я оказался в небольшой подсобке, заваленной всяким хламом, из проводов, каких-то железяк и инструментов, лежащих на стеллажах. Даже через закрытую дверь я слышал ритмичные удары турникетов, отчего становилось не по себе. Я посмотрел на дверь. Защелки замка в ней не было, а значит, я не мог запереться, что меня совсем не обрадовало. Стараясь совладать с нарастающим приступом страха, я попятился вглубь кладовой, пока не споткнулся и не упал. Вот только телефон выскочил из руки и улетел куда-то под стеллаж. А я слышал то, как из его корпуса вылетел аккумулятор. Я сидел в полной темноте, словно ребенок, держась за свои дрожащие коленки. Без света я даже пробовать не хотел пересечь жуткие турникеты, перебираться через них в полной темноте. Они не должны так работать, я в этом был уверен. Я не знал, что мне делать. В такой растерянности я еще никогда не был и просто хотел, чтобы все закончилось. Внезапно рядом со мной зажегся свет. В этот момент я едва от страха к братцам не отправился. Но это был свет огня. Зажигалки. В ее свете я узнал того самого мужчину, который ехал со мной в вагоне. Его пиджак был грязный, а руки дрожали не меньше моих. Кто ты? Прошептал я, спросив незнакомца. Уже не важно. Это уже совсем не важно. Пробормотал тот дрожащим голосом. Эй, успокойся. Мне тоже страшно, но всему есть объяснение. Вместе мы найдем выход. Говорил я, пытаясь успокоить как собеседника, так и себя. Зря я сел в этот поезд. Зря. Ты видел? Ты видел, как он ехал? Ты видел, что было за окнами? С ужасом спрашивал мужчина. Я спал. Извини. Там были станции? Сколько мы проехали? Можешь хоть примерно сказать? Спросил я. Станции? Усмехнулся мужчина. Он сказал станции! Истерично рассмеялся незнакомец. Ты ничего не видел. Прошептал он. Ничего. Я понял, что бедолага немного тронулся умом, что было неудивительно в этой ситуации. Я знаю, что тебе страшно, но послушай, давай выбираться отсюда. Встал я. Незнакомец посмотрел на меня снизу вверх. Мне было куда спокойнее с ним, хоть и немного безумным, но чем одному и в полной темноте. Неужели ты не видишь? Отсюда нет выхода! Нет! Крикнул он. Ты не видел того, что было за окнами? Ты бы понял. Ты не видел. Начал он бормотать какой-то бред. Ох. Я начал понимать, что попутчик мне мало чем сможет помочь. Внезапно турникеты затихли и наступила полная тишина. Мой компаньон заметно побледнел. Ты слышишь? Спросил он, глядя на меня перепуганными глазами. Что я должен услышать? Спросил я. Черт возьми! Заткнись и просто слушай! Рявкнул он. Я прислушался и действительно я слышал едва заметный гул трансформатора. Сначала я подумал, что на станцию дали напряжение, но не успел обрадоваться, как... Что-то не так. Было что-то не так. Гул нарастал, он словно приближался, двигался. Я не понимал, как такое возможно. Я посмотрел на закрытую дверь и мысленно молился, чтобы она не открылась. Гул приближался. Помимо него я стал слышать неприятный шум механизмов и все это дело ползло. Ехала, приближалась к двери, в чем я просто не сомневался. Мой разум отказывался выдавать здравые объяснения. Да его вообще не было. Ощутил, как на лбу выступили испарины холодного пота и никак не мог оторваться от роковой двери. Приближается, прошептал незнакомец. Я повернулся к нему и видел панический ужас на его лице, понимая, что сам выгляжу не лучше. хорошо, что ты спал. Ничего не видел. Это к лучшему. То, что было за окнами, с этим невозможно жить. Только не мне. Может, тебе повезет. Ведь мне не было места на поезде. Я попал туда по ошибке. Мужчина подтянулся ко мне. Поезд был для тебя. Прошептал он, оттягиваясь обратно. Я помогу тебе. Он протянул мне горящую зажигалку. Я взял горячий предмет в руку и едва не обжегся. Звук механизмов и ужасающее гудение были совсем близко. Я слышал, как что-то шаркает по полу, по стенам, как шумят цепи или шестеренки, что было трудно понять. Но самое главное этот гул. Непрерывный гул, сводящий меня с ума. Мужчина резко вскочил и направился к выходу. Эй! Поднялся и я. Не выходи! Незнакомец не остановился и быстро выскочил из кладовой, при этом закрыв за собой двери так быстро, что я не успел увидеть то, что за ней было. Звуки перестали приближаться, а теперь прибавился некий лязг цепей. Да настолько жуткий, что я просто не выдержал и обронил зажигалку, которое тут же потухло. Звуки начали затихать. Нечто явно отступало, пока вскоре не наступила тишина. Я долго еще сидел на месте. Немного придя в себя, я пошаркал по полу руками в поисках зажигалки и наткнулся на маленький предмет, который без труда зажег. Дверь также была закрыта, а это тишина. С одной стороны стало немного спокойнее, как с другой, я даже представить не был в состоянии, что случилось с этим беднягой. В свете огня я разглядел телефон и аккумулятор, лежащий у стены за стеллажом, который к стене прилегал неплотно. Я потянулся за своими вещами, взял в руку, но, видимо, от нервов резко дернулся и ударился головой о деревянную полку. Та съехала, и на меня повалился всякий хлам, больно ударяющий по голове. Кажется, я потерял сознание. Не знаю, как долго я был в отключке, но голова болела больно. Я лежал на полу, держал в руке фрагменты телефона. Слепую, по памяти, я вставил аккумулятор, и экран вновь засветился. Не думал, что зарядки мне все же хватит настолько долго. Тут я заметил, что из-под щели двери исходит свет и слышны многочисленные шаги. Я медленно подошел к двери, открыл ее и увидел множество людей, ходящих по освещенной станции. Будучи ни в чем не уверенным, я вышел из кладовой и прищурился из-за яркости ламп дневного света. Свет моего экранчика был несравним с ними, и я убрал телефон в карман. Люди странно на меня смотрели, и подойдя к наиболее зеркальной стене, я понял, что выгляжу как бомж. Весь грязный, растрепанный и в порванной одежде на лице была кровь, шедшая из раны, что была на голове. Ко мне подошел полицейский и спросил мои документы. Я достал их из заднего кармана и протянул ему. На какой я станции? Спросил я, трогая ушибленную голову. Конечная! Ответил он, возвращая мне документы. Какая именно конечная? Я все еще пытался прийти в себя. Парень, ну ты даешь, ты то ли хорошо выпил, то ли на тебя напали. Тебя ограбили? Насторожился блеститель порядка. Нет, со мной все хорошо, мне нужно на воздух. Сказал я. Единственное, что я сейчас хотел, так оказаться на поверхности, а не под ней. Может скорого вызвать? Предложил полицейский. Нет, где тут выход? Спросил я. Он указал мне очевидное направление и помог пройти через турникет. Он еще раз предложил мне помощь, но я отказался и чуть ли не бегом поспешил выбираться из подземелья. Я видел стеклянные двери, бежал по лестнице, спотыкаясь и падая, пока не оказался на улице. Как же я был рад выбраться! В этот день я не вышел на работу, а до дома доехал на автобусе. Рана оказалась небольшой, просто несколько неглубоких царапин. Приведя себя в порядок, я сел в уютное кресло и попытался понять, что же со мной произошло. Ушибы были настоящими, значит, это все был не сон, но те вещи, которые со мной происходили, были просто невозможны. Как я не пытался, я не мог найти им объяснение. Может, это все от удара головы? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Включив ноутбук, я залез в интернет и начал просматривать фотографии всех станций метро, но нигде не было черного пола и каждая станция имела название. Я так и не понял, куда попал. А попадал ли вообще? Может, недосыпание и переутомление вызвали у меня галлюцинации, отправив словно безумца блуждать по станции метро? Представляю, как на меня смотрели люди, когда я светил на эскалатор телефоном или как бродил по станции слепым котенком. Мой мозг отказывался верить в необъяснимое. Я думал, что на все есть причины, что ничего не делается просто так. А если делается, то либо природой, либо как в метро. Исключительно людьми. Дабы проверить свою версию слепого котенка, я решил обратиться к руководству станции и посмотреть записи с камер, узнать, как я там очутился и каким ветром меня занесло в подсобку. Возвращаться в подземку мне совершенно не хотелось. Все же выработался некий страх, но рациональная часть ума была сильнее и вот, я уже одеваюсь и выхожу из дома. Открыв стеклянную дверь, я спустился в тоннель и благополучно добрался до турникетов. Людей было немного, но и немало. Не знаю почему, но я был рад их видеть. Подошел к окошечку, где продавали жетоны и спросил, как пройти к начальнику станции. При мне была запасена сумка денег на случай, если начальник будет воротить нос и отказываться выдавать мне записи с камер. Девушка любезно сказала, что администрация находится в другой части станции. Поблагодарив ее, я купил жетон и прошел через турникет. На платформе тоже были люди, да поезда ездили туда-сюда. Оживленные станции мне стали нравиться куда больше, что неудивительно. Только я спустился к платформе, как услышал до боли знакомый звук. Эскалатор. Черная лестница, которая всегда отключена на всех станциях. Я ощутил, как вновь бешено застучало сердце, но в виде людей мне стало спокойно, и я обернулся. Действительно, эскалатор работал, и ступени двигались по направлению ко мне. Вот только что изменилось, я не сразу понял, что... Я медленно повернулся к платформе и увидел... Да ничего не увидел, людей не было вообще, ни души. А нет, был один человек, и он смотрел прямо на меня. Мужчина в деловом костюме, тот самый незнакомец. Что-то в нем поменялось, я не видел такого страха в его лице, а его глаза. Они словно были стеклянные, мне даже показалось, что зрачки были в форме шестеренок, которые вращались против часовой стрелки. Он молча смотрел прямо на меня, а за спиной послышался приближающийся трансформаторный гул, сопровождаемый лязгом цепей. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот хорошая хоррор история про метро. Любите ездить на метро, как говорится, любите там и побояться. Если в вашем городе есть метро, или вы хотели бы попасть на данную станцию, посмотреть, как там все устроено, и что это все-таки за монстр, пишите обязательно в комментариях, и на этом мы с вами не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории.